Доброе утро, дорогой Красноярский край! Вновь это повторяем в ваших телеэкранах. Наталья Винокурова, Андрей Грибов. Утро на Енисея. Еще буквально один часик остался нашей программы. Увы и ах, к сожалению. Но зато его как? Начнем? Да, как начнем? Мы, как всегда, в пятницу приглашаем нам в студию Владимира Барышева и приветствуем. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Владимир сейчас отвечает на ваши вопросы. 236 95 37, телефон прямого эфира. Сегодня с Владимиром у нас тема штрафы ГИБДД, обжалование и оплата. Мы в прошлую субботу, ой, пятницу, простите, про это говорили и вот как раз ждали вопросов. Насколько закона, Владимир? Давайте, наверное, начнем с того, когда с твоей карточки банковской списывают какие-то штрафы и так далее. Действительно, штраф сам по себе это административное взыскание за какое-либо правонарушение. Нам дается определенный срок на то, чтобы мы оплатили штраф в добровольном порядке. Этот срок в целом 70 дней. Складывается он из 10 дней, это время на обжалование постановления о привлечении вас к административной ответственности и 60 дней добровольной оплаты. Соответственно, если в течение 70 дней вы добровольно не оплачиваете штраф, то судебный пристав-исполнитель имеет право наложить в том числе и взыскание на вашу кредитную карту, дебетовую карту, на ваш вклад, по которому вы ждете процентов. Поэтому в целом... Насколько вообще законов со стороны банков выдавать судебным приставам все пароли явки, скажем? Да, законом о судебных приставах предусмотрена полномочия судебного пристава по запрашиванию информации о наличии расчетного счета. Это может быть, еще раз повторяюсь, ваш дебетовый счет, то есть... Ну, куда деньги падают, так говоря, да. Либо кредитная карта, поэтому сюрпризы бывают. Даже с кредиток списывают штрафы? Ого! Самое интересное, я вот очень давно, давно это дело было, наверное, по 2000-полгода, год назад, может быть, слушал там одно радиошоу, и там как раз поднимался этот вопрос о том, что списывают с наших банковских счетов. В чем... Одного из ведущих наших коллег, да, было негодование большое. В чем принцип банка, что я приношу туда свои кровные деньги, чтобы они никуда не исчезли, а может быть, даже и преувеличивались, да? Но у тебя, как у гражданинка, есть обязанность оплачиваться и правонарушения, понимаешь? Ты же сам на косячку. Не, ну подождите, ну почему это не происходит, как говорится, не через меня? Возмущение пешеходов. Согласен. По закону о том, что вас привлекли к административной ответственности по почте России, вам должны направить копию постановления для того, чтобы вы знали, так скажем, в чем вы виновны и какая мировзыскание к вам применена. Если вы не получаете письма, то это означает, что вы пренебрегаете своими правами. Соответственно, считается, что вас надлежащим образом известили. Вся мера ответственности ложится уже на вас. Законодательные механизмы, они проработаны достаточно, бюджет должен наполняться, поэтому, конечно, судебные приставы-исполнители, как правило, найдут ваш тайный расчетный счет, если он не в Швейцарии. Есть у нас первый телефонный звоночек, давайте его послушаем. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, Людмила. Людмила, здравствуйте. Ваш вопрос. Вот подскажите, пожалуйста, я ездила в Красноярск-Кавканск, и меня в Рыбном районе оштрафовали на 500 рублей. Я приехала через 3 дня, оплатила штраф, прям в Канске. И приставы через 2 месяца высчитали с меня еще 500 рублей детских со Сбербанка. Это законно? Дважды высчитать? Однозначно, эта ситуация незаконна, она складывается у нас очень часто, потому что всему виной пресловутый человеческий фактор информации о том, что вы оплатили, она каким-то образом или не попадает в базу оплаченных штрафов, или еще какая-то причина банальная происходит. Поэтому рекомендую всем телезрителям в случае оплаты штрафа сохранять копии квитанции. Если вы получаете квитанцию на фотобумаге, то копируйте, потому что эта бумага имеет свойство выцветать. То есть информация на ней теряется за непродолжительный период времени. Поэтому, конечно, второе списание необходимо обжаловать, по крайней мере, написать вашу претензию. А кому, куда? То есть ГИБДД или банк? Да, списали, конечно же, судебные приставы исполнителя, поэтому необходимо обратиться к ним. Приемные дни, насколько я помню, у них вторник-четверг, вторник с утра до обеда, четверг с обеда до вечера. Поэтому по месту вашего жительства обращайтесь к вашему судебному приставу с этими вопросами. Кстати, вот о трассах, которые мы ловим, штрафы, которые мы ловим на междугородних трассах, мы вот еще вернемся и пока ответим на вопрос нашего телезрителя. Итак, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос? Я Трофимов Игорь Петрович. Здравствуйте, Игорь Петрович. Здравствуйте. Как ваше драгоценное здоровье? Наше прекрасно, спасибо большое. Дай бог вам здоровья. Я живу в широком лагу уже 50 лет. Вот, у меня дом, ну, такое строение уже, избушка-разволюшка. Но я бы вот хотел вот землю под себя, как говорится, взять в это, ну, собственность. Оформить, да, собственность? Да, да, да. Вот как мне это самое лучше сделать? Не кладите трубку. Нет, я не ложусь. Скажите, пожалуйста, вот недвижимость, дом, он у вас в собственности? Нет, он у меня в соц. найме. Ну, он такая уже избушка-разволюшка, он уже списанный на балансе, стоит просто в стильском совете. Для того, чтобы приобрести землю по праву собственности, вам необходимо начать с того, что приватизировать жилое помещение. Если вы проживаете по соц. найму, с какого года вы проживаете по соц. найму? Ой, я здесь живу уже, сейчас я даже сам не помню, но всю жизнь, короче. Ну, вы заселились ранее, чем в 2005 году? Да, я раньше заселился, да, конечно. Да, проживая по соц. найму, имея регистрацию по месту жительства, вы имеете право приватизировать жилое помещение. У нас система приватизации работает, закон имеется. Если вы станете собственником жилого помещения, так как у нас судьба жилого помещения непосредственно связана и с земельным участком, если это дом, то вы будете иметь право, преимущественное право приобрести право собственности на земельный участок, выплатив определенный процент от кадастровой стоимости этого земельного участка. После приватизации жилого помещения необходимо обращаться в администрацию района по поводу земли. Так, и еще один вопрос у меня вот такой вот, это самое. У нас тут есть острова, вот если острова я, например, возьму в аренду или как это самое, ну, разведение там кроликов или хозяйства, мне тоже надо будет деньги платить или как это... То есть на каких условиях, да, у вас, Игорь Петрович? Да, условия, они у нас разрабатываются индивидуально, заключается договор аренды с администрацией района. Поэтому если вы планируете что-либо разводить, вам необходимо определиться с тем, что вы будете разводить, предложить свою, так скажем, программу администрации и уже разработать договор. В договоре, конечно, прописывается предмет договора, что вы арендуете, на какой срок, какова сумма аренды и иные существенные условия. Ну, надеемся, что теперь вы все знаете, по полочкам вроде как разложили, и землю получится приватизировать. И острова, вот это самое интересное было, острова. Я тоже так хочу. Ну, так вот, пожалуйста, Владимир Баршев тебя проконсультирует, нет проблем. Дозванивайтесь к нам в редакции 236-95-37 и, как Игорь Петрович любил, можете получить ответы на все свои вопросы. Итак, здравствуйте, еще раз к кому мы говорим здравствуйте и ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна из Красноярска. Татьяна, очень приятно. Задавайте Владимиру свой вопрос. У меня примерно вопрос такого же плана, но по поводу дачи. Вот скажите, у меня дом стоит просто на бетонных этих блоках. Его нужно усаканивать или нет? Для того, чтобы понять, это является капитальным строением или временным сооружением, вам необходимо обратиться к инженеру, который проведет осмотр вашего помещения и даст заключение, капитальное это строение или не капитальное. Поэтому, если помещение является временным, оно вплотную не связано с фундаментом, то, конечно, оно не будет являться капитальным, соответственно, его нет необходимости регистрировать. А землю как регистрировать? Потому что, я так понимаю, у Татьяны вопросы связаны с тем, чтобы и землю регистрировать там, где она, грубо говоря, начала строиться. Ну, я, насколько понял, это все-таки дача ее. Скорее всего, она зарегистрирована. Вообще, если у вас какой-либо земельный участок, он не может никому не принадлежать. Надо, в первую очередь, определиться с кадастровым номером земельного участка, если он имеется. Если его нет, то обращаться к собственнику земельного участка. Это может быть у нас муниципалитет, город, это может быть какое-то физическое или юридическое лицо, конечно же. И уже с ними решать вопрос о выделе земельного участка, определении межевых границ и о приобретении того или иного права, то есть права аренды или собственности. Вот так вот, друзья, достаточно складно все объяснили, все рассказали. Начали на штрафах, закончили на дачах. Собственно, вот видите, разносторонний у нас Владимир Барышев всегда отвечает на любые ваши вопросы. Собственно, ему мы говорим спасибо огромное, что вновь в пятницу проводим вместе с вами. Следующую пятницу, что мы будем обсуждать? Мы будем обсуждать снова штрафы. Владимир, у вас есть предпочтение? Мы сегодня не в полной мере осветили штрафы. Я думаю, что эта тема будет интересна телезрителям. Мне как автомобилисту точно. Так что я на эфир приду, и я свои вопросы задам. И вам это сделать рекомендую. Кстати, можно к Владимиру обратиться не только в прямом эфире, но и по телефону 233 11 66. Это телефон нашей редакции. Есть рубрика «Спроси юриста», в какой Владимир тоже участвует и рассказывает вам все инструкции юридического характера. Что ж, спасибо большое, Владимир. Ждем вас снова. И вам говорим. Не переключайтесь, вернемся через несколько секунд.